Жить красиво, комфортно и без коммунальных проблем. Нет такого жителя Самары, которого не волновала бы тема ЖКХ. Решить наболевшие вопросы можно только при активном участии собственников многоквартирных домов. Вы смотрите программу «Совет моего дома», «Здравствуйте» и личный разговор о самом главном. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с активом многоквартирных домов региона, чтобы обсудить накопившиеся у людей вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К ответу были привлечены главы муниципальных образований, представители управляющих, компания и организации, контрольных ведомств и надзорных органов. Подробнее об идеях и поручениях, которые помогут жителям лучше управлять своими домами, расскажем сегодня в нашей программе. Во всех тонкостях вопросов нам поможет разобраться Виктория Анатольевна Каткова, руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Виктория Анатольевна, вот на Ваш взгляд, как руководитель Государственной жилищной инспекции, скажите, пожалуйста, стало больше или меньше жалоб? Ну, учитывая, что все-таки сфера жилищно-коммунального хозяйства, это, наверное, одна из самых востребованных, как в положительной, так и в отрицательной стороны. Поэтому жалобы были всегда. Они зависят, прежде всего, наверное, от сезонности. Этот год, этот зимний период нам показал достаточно большой рост жалоб от жителей городского округа, в частности, Самара, но и по всей области. Поэтому жалобы есть и, наверное, к сожалению, будут. Ну, а Вы над этим работаете, конечно же, да, чтобы жалоб от жителей стало как можно меньше. Но вот если мы с Вами уже на эту тему заговорили, Вы сказали жалобы. В основном они касались каких вопросов? И вот Ваше ведомство как помогало их решать? Ну, государственная жилищная инспекция – это орган государственного жилищного надзора, контроля. Поэтому, конечно же, мы действуем в рамках имеющихся у нас полномочий. Это надзорные функции, это профилактика, то есть выявление, пресечение правонарушений. Что касается конкретно сферы ЖКХ, то, конечно, как я уже сказала, учитывая сезонность, жалобы преимущественно были на несвоевременную, некачественную уборку от снега и наледи при домовой территории МКД, фасадной части, крыш. – Скажите, пожалуйста, в основном какие управляющие компании подпадают под, наверное, список жалоб, что ли, если можно так сказать? Вот обращаются управляющие компании, жители обращаются, несвоевременная расчистка снега, очистка крыш от наледи. Ну и что делать, и как с этим бороться? – Ну, если мы берем конкретно городской округ Самара, отмечу, что в Самаре у нас более 10 тысяч многоквартирных домов. Если вся область – это порядка 22 тысяч многоквартирных домов, то есть мы с вами понимаем, что больше половины – это именно Самара. Самый большой фонд – это многоквартирные, многоэтажные дома, дома различной застройки, скатные, крыши. То есть очень большой диапазон, в том числе и износа многоквартирных домов. Соответственно, значительная часть управляющих компаний, имеющие лицензии на управление МКД, тоже находятся в Самаре. Соответственно, и жалоб у нас, сигналов больше именно в Самаре. Хочу отметить, что сейчас на так называемом рынке лицензиатов много добросовестных управляющих компаний, которые работают и взаимодействуют именно с собственниками МКД путем налаживания взаимодействия, не доводя до органов надзора. Собственно, так и должно происходить. Это создание чатов, системы обратной связи. Конечно же, это проект «Мой дом», который показал свою положительную динамику, эффективность работы по прошлому году. Я уверена, что в этом году мы его также продолжим реализовывать. Конечно же, это сигналы, которые должны получать, в первую очередь, УК, а не надзорные органы. И управляющие компании в этом заинтересованы в части чего? Потому что необходимо понимать, что невыполнение такого рода обязанностей, как уборка при домовой территории... Я сейчас говорю о конкретном нарушении, который у нас самым многочисленным стал в зимний период. Это нарушение условий договора, это нарушение лицензионных требований, это значительные административные штрафы. Это нарушение статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях. И, соответственно, штрафной санкции для юридического лица до 300 тысяч рублей, для должностного лица до 100 тысяч рублей. Это значительное бремя, которое может нести и далеко не каждая управляющая компания может, как говорится, себе такое позволить. Потому что если это должностное лицо, то, соответственно, это привлечение к ответственности. И взыскание идет не с бюджета юридического лица, а именно должностного лица. И каждое должностное лицо, соответственно, должно относиться к своим обязанностям добросовестно, чтобы не быть субъектом этой ответственности. Скажите, пожалуйста, а вот за сезон может достигнуть не один, а два или нескольких штрафов, если управляющая компания систематически нарушает условия договора? Безусловно, конечно. Нужно понимать, что если мы берем Самары, то на территории самой Самары более 140 управляющих компаний ведут деятельность. Это достаточно большая такая группа компаний. И у ряда компаний от одного до 300, до 400 домов. Это достаточно большой фонд, который охватить. Это нужно постараться обладать не только человеческим ресурсом, но и обладать соответствующей техникой. Одномоментно убрать 100-200 домов, ну, вы прекрасно понимаете, просто невозможно. Учитывая, спасибо гражданам, их активность, нам поступают сигналы не только путем обращения через почту, через ГИС ЖКХ, но это и социальные сети, это электронные приемные и так далее. Поэтому эти сигналы мы стали очень активно отрабатывать в этом году. По поручению Дмитрия Игоревича мы отрабатывали и выходные дни, новогодние праздники, и в феврале, вот учитывая такое большое скопление снега. Поэтому под меру ответственности попало достаточно большое количество управляющих компаний, в том числе и в Самаре, опять же, учитывая большой фонд. В целом, вот за этот период мы обследовали около 9 тысяч уже многоквартирных домов на предмет своевременной надлежащей уборки. И, конечно, большая часть, это, конечно, Самар. Выявлено было вот за этот период больше тысячи нарушений. Но хочу отметить, даже если сравнивать с прошлыми годами, системность принятия решения, оперативность принятия решений, все-таки она выросла. Если из тысячи нарушений, в этот же день было убрано больше трети. До конца рабочего дня управляющие компании приняли меры и убрали необходимую территорию, входные группы, крыши в этот период. То есть вы хотите день в день? Конечно. В конечном итоге, по состоянию, грубо говоря, на сегодня у нас порядка 300 нарушений, которые мы зафиксировали и которые будут реализованы по привлечению к административной ответственности как должностных, так и юридических лиц. Я сейчас беру всю область, необходимо понимать, что каждая управляющая компания, допустившая нарушение, будет привлечена к административной ответственности. Управляющие компании часто спорят. Есть такое, да, мы встречаемся с ними в суде, потому что оспаривают решение привлечения к административной ответственности. Основной довод в суде, очень большой фонд, не успели, очень хотели, очень старались, но не смогли. Суды в этой части иногда идут на снижение административных штрафов. Но, как правило, решения устаивают и, собственно, виновное лицо привлекается к административной ответственности. Спасибо большое. Жители дома по улице Ветлянской не устраивают работу управляющей компании, плохо убирают снег, не ремонтируют подъезды, не реагируют, что обрушится наледь на крыше. Но при этом квитанции на солидные суммы в почтовых ящиках появляются регулярно. Что делать и куда жаловаться, если ваши права не соблюдаются управляющей компанией? Подробнее в нашем сюжете. Мимо 38-го дома на улице Ветлянской жители боятся проходить. Над головой угрожающие сосульки. Как рассказывает старшая по дому Елена Шабанова, за уборку при домовой территории жители платят стабильно, а управляющая компания свои прямые обязанности не выполняет. Под управлением жилищно-строительной компанией наш дом находится около полутора лет. За это время, конечно же, должным образом подъезды не убираются. Крыша очищается очень редко по заявкам жителей. Сосульки постоянно, которые нарастают, ввиду того, что здесь система труб проложена на крыше. Конечно, это нужно делать чаще. И я считаю, что управляющая компания сама должна отслеживать эти моменты. Очень сложно взаимодействовать с этой управляющей компанией. Налец на крыше. Входные группы подъездов плохо очищены. Все это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Основная проблема сейчас – это крыша, потому что балки в двух местах прогнили. Крыша течет, фасад разрушается сверху. Это видно невооруженным глазом, вот над первым подъездом. Жители своими силами латают дыры. Этот вопрос нужно решать. Эту зиму мы как-то протянули, а следующую уже, я боюсь, что не протянем. Жалуются жители и на нехватку кадров. Один дворник на несколько домов. Пока очередь дойдет до определенного адреса, снег уже и чистить не надо, сам растает. Кроме того, управляющая компания не следит за тем, чтобы во дворе не было скользко. Лед не скалывают, дорожки возле жилых домов песком не посыпают. Оценить ситуацию в очередной раз приехала представитель административной комиссии промышленного района. В этом году в отношении данной управляющей компании было возбуждено одно административное дело, которое было рассмотрено административной комиссией. Было наложено наказание в виде предупреждения. В случае повторного административного правонарушения предусмотрен штраф уже. Будет однозначно наложен штраф. Мы собираем материалы и направляем в государственную жилищную инспекцию для рассмотрения и принятия соответствующего решения. Возможный выход из ситуации смена нерадивой управляющей компании. Поскольку управляющая компания систематически не реагирует на обращение жителей, принять такое решение жители смогут на общем собрании собственников. Ведь вовремя неубранные сосульки или гололед могут стать причиной серьезных травм. Виктория Анатольевна, в продолжении нашего разговора расскажите, пожалуйста, как все-таки выстраивается работа с управляющей компанией? Есть какие-то конкретные предложения? Есть ли требования к управляющим компаниям, если мы сейчас говорим о встрече с губернатором на прямой линии? Системная работа Дмитрия Грюча. Он нас к этому сподвигает ежедневно. Поэтому эти встречи действительно происходят на системной основе в прошлом году. И в этом году мы год начали, насколько я помню, даже в прошлом году 28 или 22 числа тоже была аналогичная встреча с очень большим количеством участников. И в этом году, 15 февраля, более 400 участников приняли участие по всей Самарской области. Это председатели Совета МКД, активные граждане. Мы не делаем акцент только на председателя. Мы говорим о действиях работы проекта, но там же участник, председатель, товарищ собственник, жилье от СН и так далее. То есть вся активная работа ведется именно по взаимодействию с активными гражданами, с собственниками. Соответственно, и в рамках проекта «Мой дом» я немного расскажу, наверное, еще раз о нем. Да, давайте напомним, конечно. Потому что действительно вот этот результат активной работы прошлого года показал необходимость продолжить эту работу. Мы провели более 200 выездных мероприятий. В основном, как, опять же, Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск. Где встречались с активными собственниками, которые хотят, желают и могут работать в своем доме на благо своего дома. В рамках статьи 161.1 ЖК, Совет МКД, Председатель Совета МКД должны быть избраны в каждом многоквартирном доме, где выбран способ управления управляющей компанией и непосредственное управление. Таких домов у нас более 16 тысяч, где, собственно, должны быть Председатели Совета МКД. За исключением многоквартирных домов, где менее 4 квартир. У нас эта работа в муниципальных образованиях достаточно активно ведется. Сейчас мы направили соответствующее обращение в УМС, где не реализован этот способ, где необходимо доработать. Потому что мы все с вами понимаем, что это живущий организм. Председатели меняются, меняются собственники. Необходимо постоянно это держать на контроле. Поэтому в этой части, проводя работу именно с данным активом, активными гражданами, председателями, мы были ориентированы на правовую просвещенность. Потому что все начинается с того, как ты принял решение. Какие решения ты принял на год, как ты их будешь контролировать. И в этом, безусловно, самый большой помощник — это совет. Совет, как представитель собственников МКД, жилых и нежилых помещений, контролирует текущий ремонт, принятие работ, оформление актов невыполненных работ и так далее. То есть это тот мостик взаимодействия, который должен быть между собственниками и управляющей компанией. Если этого мостика нет или он не срабатывает, безусловно, мы вступим как контрольный надзорный орган и поможем максимально председателю. И мы на этих встречах рассказывали и будем, безусловно, рассказывать в дальнейшем, как строятся эти взаимоотношения между этими субъектами, как их наладить. Ведь зачастую управляющие компании со страхом относятся к таким активистам, но плюсов намного больше, чем минусов. Потому что совет МКД — это тот костяк, который иногда может нам, активным жителям, которые работают, уезжают, отдыхают и так далее, но пассивно ведут себя в части функционала дома. Он объяснит, что нужно в первую очередь отремонтировать, например, по тому же текущему ремонту. На что сделать акцент. Иногда бывает и так, что ставки содержания не хватает, собственно, учитывая техническое состояние дома, он сможет объяснить, мотивировать, что нужно, собственно, побольше ставку. Мы тогда в этом году сделаем побольше. Это наш с вами общий дом. И в том числе хочу обратить внимание, что мы эту работу вели не только с советами МКД, но и с УК в первую очередь. Ведь именно их нужно в хорошем смысле понудить на эту активную работу. Активная позиция управляющей компании тоже немало важна. И, конечно, я вот сейчас хочу как раз спросить вас об активной позиции жителей. В том году, когда мы вели проект «Совет моего дома», мы с моими коллегами очень часто выезжали на съемки, как раз разговаривали с активистами, со старшими по дому. Я хочу сказать, что практически на каждом адресе, а мы объехали достаточно большое количество районов, да все охватили города Самары, активная позиция жителей. И они, знаете, с таким рвением, в хорошем смысле этого слова, принимают участие, встречаются с директорами управляющих компаний. И действительно вот есть этот мостик, о котором вы сказали, он налажен. А скажите мне, пожалуйста, на каждом ли жилом фонде в нашем городе есть вот такие советы, есть активные председатели? И вообще вот ваше мнение по поводу вот такой позиции? К сожалению, не в каждом доме есть, но это не настолько зависит от собственника. Они, может быть, хотели, но и кто-то должен сорганизовать. В этой части, конечно же, я считаю, что не просто может, но и обязан в силу закона подключиться в орган местного самоуправления, который при необходимости проведет общее собрание, инициирует его. Ведь, может быть, активисты и есть, но ему нужно все объяснить, рассказать, подсказать, потому что там не только мера, собственно, прав, но есть еще ряд обязанностей. Это, безусловно, затратно. Поэтому муниципалитет здесь должен занимать самую активную позицию. Затратно человеческих ресурсов, вы имеете в виду, конечно. Прежде всего, это время, это необходимость каких-то дополнительных познаний, это консолидация конкретного мероприятия в конкретном месте, где представитель Совета МКД будет знать, чего ты какие-то элементарные вещи не узнал, набрал элементарно трубку телефона, его проконсультировали, у него уже картина сложилась, он пошел работать. Иногда недобросовестная управляющая компания чего скрывает, и скрывает некоторые вещи, а человек просто не знает, не осведомлен. А это право у него есть. Скажите, а вот по поводу осведомленности, существуют ли какие-то, может быть, курсы или программы обучения для старших по домам? Ведь это очень полезно, скажем так, да? Безусловно, это полезно для любого собственника, для любого, а для председателя это, наверное, просто жизненно необходимо. Это, конечно же, проект «Мой дом», да, где мы проводим и в дальнейшем планируем проводить эти мероприятия по обучению, по заявочному характеру, по тематике. Вот, как я уже озвучила, в прошлом году мы проводили именно вопросы капитального ремонта, вопросы ставки содержания, порядок проведения общих собраний, все эти нюансы. Иногда самые формальные нарушения могут являться основанием для отказа, либо при остановке рассмотрения документов. Поэтому проект «Мой дом» есть, был и уверена, что будет на пути помощи председателя Совета МКД. Скажите, а какими мерами поддержки сейчас могут воспользоваться жители МКД, УК и ТСЖ? Об этом также говорилось на прямой линии с губернатором. Озвучите, пожалуйста. Меры поддержки самые различные. Вот, если досконально, то неплохо было бы обратиться в органы местного управления, потому что там есть различные программы, комфортная городская среда и так далее. В части вот нашей инициативы, как органы надзора, мы, опять же, получая такую хорошую оперативную обратную связь, председатель Совета МКД, решили подготовить уже в стадии разработки приложение, мобильное приложение, так и называется, ГЖИ-63. Мы уже провели первые тестовые работы, пилотный проект, запускаем в конце второго квартала текущего года. Проект основан на чем? Путем легитимный, председатель Совета МКД, регистрируется в приложении, соответствующую пароль мы ему предоставляем, заводит свой личный кабинет, и путем связи как с инспектором, курирующим данные районы, как с административной комиссией, одно из предложений органов местного управления, с управляющей компанией ТСЖ при необходимости ТСН, фонд капитального ремонта, сможет получить оперативную информацию по конкретному дому, то есть узнать его техническое состояние, паспорт дома посмотреть, увидеть, какие работы по текущему моменту запланированы, сделаны. Фонд капитального ремонта сможет ознакомиться, собственно, какие работы точно так же уже законтрактованы, заключены контракты. Он сможет увидеть, собственно, кого и сколько по этому дому мы привлекли к административной ответственности, какие выданы предписания. Будет ссылка на сайт ГЖИ, где вся информация об изменении в действующем законодательстве, нормативных правовых актов, будет доступна для председателя. Как я уже отметила, мы выбрали для пилотного проекта ряд управляющих организаций Самары, Тольятти, Новокуйбышевск. Это победители лидер ЖКХ, такая преференция им была предоставлена. Поэтому обязательно, когда мы запустим это предложение, мы его обязательно вам осветим, для того, чтобы коллеги ознакомились. И в дальнейшем, в этом году, я уверена, что до конца года мы охватим уже всю Самарскую область. Ну, пора уже. Ваша организация более чем уже совершенно летняя, да? Даже больше в том году исполнилось 25 лет, поэтому, как говорится, вперед. Ну что же, продолжим программу добиться своевременного ремонта. Порой управляющие компании деньги жильцов собирают, но при этом не выполняют своих обязанностей. К примеру, в железнодорожном районе Самары более 50% ветхого жилого фонда нуждается в обновлении. Но решать проблему в УК не спешат. На совместной встрече жители с представителями управляющей компании побывала наша съемочная группа. Хоть раз здесь сделали ремонт. Ни разу вы здесь не сделали. Крыльцо, вы говорите, сделали? Это бабки скидывались. Пол в подъезде жилого дома номер 2 по улице Симофорной. Сложно назвать образцовым. Передвигаться по нему как минимум опасно. Лестницы в подъезде разрушаются, стекла выбиты, крыша течет. Почтовые ящики давно пришли в негодность. Здесь длительное время не проводился текущий ремонт. Такая же ситуация и в соседних домах. Дворник не убирает, в наш подъезд не зайдешь. Там такая наледь, и над крышей висит такой козырек изо льда. Пробегаем, просто пробегаем, чтобы нас не сшибло. И вторая у нас вход в подвал. У нас осыпается. Не просто осыпается, там все осыпалось уже. Камни, дверь не открывается. И если вдруг какая-то авария или еще что-то, да там вообще может просто упасть стена. Об этой проблеме знают все. Писали письма и с номерами, и с входящими. Но никто ничего не принимает. Никаких мер. Управляющая компания взяла на обслуживание эти дома в декабре 2021 года. Но проблемы решать не спешит. Жители поняли, нужно встречаться с директором лично, чтобы озвучить наболевшие вопросы. Новая Самара пришла. Во-первых, она работает с декабря месяц. Но пока документы, пока праздники, пока отчеты, это все понятно. Мы не могли толком найти их сначала. Результата никакого нет. И начинаем мы начальство бомбить. Для того, чтобы пришел хотя бы дворник, что-то убрал. Скорая не сможет подъехать. Сейчас будем просить эту управляющую компанию, чтобы на крыше хотя бы коньки поменяли, в стыки вот эти вот крыши. Потому что живет в моем доме бабуля 89 лет. В наше время с тазиками она ходит. Это куда дело годится. Реагируем мы положительно и сразу. Просто вот часть домов с декабря, а часть домов с 6 февраля закрепили за нами. Поэтому мы еще только вот с некоторыми видимся, знакомимся. Документации никакой, бюджета никакого. Состояние осмотра еще не успеваем. Вот то есть мы начинаем только-только принимать этот жилой фонд. В свою очередь районная администрация в постоянном режиме контролирует, как управляющие компании ТСЖ, ЖСК выполняют работы по надлежащему содержанию придомовой и прилегающей территории, а также кровель многоквартирных домов. Если управляющая организация не устраняет выявленные замечания, районные административные комиссии составляют акты, которые далее направляются в ГЖИ для принятия мер. Хотелось бы быстрее, оперативнее принять решение, быстрее, оперативнее, чтобы люди приезжали на адреса и чаще выделяли технику. В данном случае АГП на очистку крови. Ну, во-первых, это могут быть жертвы человеческие, конечно. Это, во-первых, самое страшное. А так это может быть и обрушение кровли. Если очень долго кровлю не чистить, она образуется очень большой лед, глыба, и может быть обрушение кровли. Здесь только управляющие компании несут за это ответственность. И опасения жителей оправданы. Во время видеоконференции с жителями февраля 2022 года губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что собственники вправе требовать от УК качественного и своевременного обслуживания многоквартирного дома, так как жители оплачивают коммунальные услуги. Отметим, что все недобросовестные управляющие компании будут лишаться лицензии на право обслуживания многоквартирных домов. Виктория Анатольевна, я хочу еще поговорить о приложении ГИС-63. И расскажите, пожалуйста, о его работе и о его пользе, конечно, для жителей. Вот как раз о его приложении мы с вами до сюжета обсудили. Уверена, что для собственников. Сейчас мы его ориентируем именно на председателя Совета МКД. То есть та категория граждан, которая должна и может быть осведомлена о ситуации по дому. Очень будет удобно. Одно из предложений, которое коллеги нам также озвучили, это подключение к этому ресурсу еще административных комиссий. Рейтинг управляющих компаний. Скажите, пожалуйста, как можно попасть в список лидирующих? Ну и, конечно, другая сторона медали – это недобросовестные управляющие компании. Расскажите, пожалуйста, кем и как формируется этот рейтинг? Ну, рейтинг управляющих компаний – это рейтинг, который ведет и формирует собственный орган надзора. Это наш приказ. Там более 20 критериев. Это критерии самые основные. Мы их выбирали, опять же, получая обратную связь от общественных служб, от общественных организаций. Это, конечно же, наличие и отсутствие задолженности, потому что зачастую это один из показателей, когда управляющие компании, собственно, не имея ресурса, не оплачивая в установленном порядке, есть административная ответственность за это. Но все-таки мы считаем, что это один из критериев оценки. Это выполнение выданных органам надзора предписаний своевременной, в том числе их количества, в том числе их своевременность. По поручению Дмитрия Игоревича мы внесли изменения в приказ, включили как раз-таки показатель. Один из критериев — это наличие и активная работа с советами МКД. После этого у нас также мы увидели активизацию этой работы. И много других критериев. Мы их собираем, оцениваем. Это пятибальная система. Баллы в том числе проставляют и общественные советы, активно принимают в этом участие. Оценка дается путем соответствующей бальной системы по итогам за прошедший год. Вот сейчас мы делаем оценку за 2021 год. Участвуют более 300 компаний. Отмечу, что с начала лицензирования данного вида деятельности лицензии получили порядка 500 управляющих компаний. Но фактически действия с управлением квартирными домами осуществляют 373 компании. Цифры по городу? Это цифры по Самарской области. По области? По городу это порядка 140-148 компаний. Компании же, вы должны понимать, что они осуществляют деятельности зарегистрированные в Самаре или в районе, а деятельности в различных районах может осуществлять. Поэтому в общей сложности поддержкой собственников закрепились 373 компаний. И оценка идет за прошедший год. Соответственно, оценку мы вывешиваем и на сайте Государственной жилищной инспекции, и в средствах массовой информации. Вы активно эту информацию доводите сюда собственник. Что она дает? Она дает возможность ознакомиться с лидерами, и так называемые антилидерами, которые находятся в конце турнирной таблицы. И для себя принять решение, достойно ли данной управляющей компании управлять моим домом. Это адекватная оценка за прошедший период, очень близкая к реали. Ну то есть, в том числе, вы хотите сказать, что при выборе управляющей компании, если, допустим, собственники дома хотят ее сменить, но недовольны они качеством предоставляемых услуг, они могут также ознакомиться и с этим рейтингом, и для себя понять, какую компанию выбрать. Конечно, когда ты даешь оценку у компании 100 баллов или 5, знакомишься с приказом, который точно так же размещен на сайте, видишь, из каких критериев, собственно, идет оценка, и делаешь для себя уже точно внутренний вывод, извините меня, не может хорошая компания быть оценена в 5 баллов. Ну, конечно, разумеется. Априори, да? Да, я с вами согласна. Но вот если мы говорим о выборе управляющей компании, ну, вот скажите, пожалуйста, дайте каких-то несколько конкретных, дельных таких советов жителям МКД, ведь многие сталкиваются с вопросом, что это очень трудно, долго, дорого. Но ведь нет же, сменить управляющую компанию, да, непросто, но это по силам, и это возможно. Поэтому я и говорю, что активная позиция собственников, она должна выражаться прежде всего через совет МКД. Потому что именно совет МКД поймет, из чего складывается необходимость, ознакомиться через органы местного управления, через сайты с предложениями. Я уверена, что ни один муниципалитет не откажет совету МКД поддержать, в том числе и консультативно. Инициативно, да. Мы подключимся в рамках консультации, да, какие-то необходимые вопросы. Безусловно, это процесс нелегкий, и процедурно он понятен, должен быть прежде всего представитель совет МКД. Да. Процедура провести общего собрания, она вся прописана, четко урегулирована, шаг в право, шаг в лево, это будет нарушение. Но это вполне по силам каждому из собственников. Более того, отмечу, что сейчас очень активно мы будем рекламировать, что называется, да, рекламировать вопрос возможности голосования в электронном виде через ГИС ЖКХ, поэтому сейчас все это возможно. С ученством использования этих ресурсов. Да, в каком случае управляющая компания может лишиться лицензии? Ну, а аннулирование лицензии, вот правильно говорят, что получить лицензию достаточно просто, потому что требования четко определены, перечень закрытый, это регистрация на территории Российской Федерации, отсутствие судимости у директора по экономическим преступлениям, наличие коллекционного аттестата и немного других требований, да, они четко урегулированы. И получают, к сожалению, лицензию зачастую те компании, которые не обладают человеческим ресурсом и материальным в плане техники, но это не лицензионные требования. В поручении Дмитрия Игоревича мы еще раз подготовим подобного рода приложения для того, чтобы ужесточить в этой части лицензионные требования. Аннулировать лицензию только суд. Суд может по инициативе лицензионной комиссии, которая, соответственно, принимает соответствующее решение по материалам, направленным органам надзора. Орган надзора также вправе направить материалы только в исключительных случаях, за неисполнение предписаний, при исключении 15% фонда управления, при банкротстве, юридического лица ликвидации и так далее. Этот перечень закрытый. Поэтому, просто потому, что мне не нравится управляющая компания, лицензии не аннулируют. Должен наступить четко определенный процедурный момент. Ну что же, благодарю вас за прекрасный разговор, за очень дельные и практические советы, которые вы дали нашим уважаемым телезрителям. Это была программа «Совет моего дома». На студии была руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Коткова. Надеемся, что ответы, которые озвучила сегодняшний эксперт, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!